МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта, студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птица. Привет, Никит. Лиза, наконец-то я пришла. Я так волнуюсь. Дай жвачки, пожалуйста. Зачем? Волнуюсь я. Обязательно две. С чего это? Ну, вообще-то, в рекламе увидел. И так вообще принято. И вообще-то, классика, это знать надо. Вообще-то, это маркетинг. После того, как в рекламе начали брать по две подушечки, продажи увеличились в два раза, потому что обычные люди начали делать так же. А ты ведешься. Вот опять начиталась, подготовилась к эфиру и умничаешь, стоишь. Ладно, твоя взяла. Ну, а тема сегодняшнего эфира – креативная реклама. Реклама повсюду. Поехали! Всем привет! Здорово, работяги! Вы смотрите программу «Отдыхайп». И сегодня с вами в студии я, таинственный, обворожительный, замечательный Никита. Ну и просто, Лиза. Спасибо, что представил меня. Что ж, хайп переводится как шумиха, поэтому мы сегодня пошумим. Ну а смотреть вы нас сможете на национальном телевидении «Чуваши». Там и качество лучше, да и не зайничек милый. А в нашей группе ВКонтакте «Куча мала» вы можете смотреть повторы, лайки, все комментировать, репостить. Ну а под постом прямого эфира вы можете оставить свои пожелания, жалобы, ну и просто общаться с нами с радостью, ответим на каждый ваш зов. А вообще, зачем вам нас репостить, какие-то комментарии писать? Если вы не делаете это просто так, это же о чем-то говорит. О чем, Лиз? О том, что вам нужно дать мотивацию. Мотивацию. Продолжая традицию всех ведущих, которые были ведущими этого эфира до нас, мы будем разыгрывать кое-что интересненькое. Я думаю, что это будет мелкие. Нет, это будут не мелкие. Мы пока что вам не скажем, но в середине программы раскроем эту тайну. Вам нужно всего лишь сделать репост с этой записи и написать два креативнейших вопроса к нам в чат прямого эфира. И вы получите мелкие. Не мелкие, не спички, не хомяка. Вы пока что не узнаете об этом. Ой, Лиза, Лиза. Что, давай уже начинать рассуждать, а то мы слишком много с тобой болтаем, болтаем. Болтаем и болтаем. А ты не сказала про историю, когда же началась? Ты знаешь, вот когда она появилась? Ну, вообще, я думаю, что это печатная реклама несколько веков назад. Но мои родители, например, не смотрели рекламу по телевизору. Лиза, Лиза. Вообще-то она появилась до нашей эры. Еще в древнем Египте люди писали на папирсе о продаже рабов, о продаже рыбы и прочем, прочем, прочем. Ну, а первой печатной рекламой было объявление на одной церкви Лондона о продаже молитвенника. Это было в 1472 году. То есть через 22 года после изобретения печатной машинки. Я вот подумал тут, и получается, они 22 года печатали одну и ту же рекламу и думали на это рекламой. Ничего себе. Представляешь, как реклама эволюционировала, что сейчас мы видим ее просто везде, повсюду. Знаешь, вот я включаю телевизор, включаю себе фильм. И там бац, Джойка, Зи, Нелли, 1xBet. Вот что это такое? Ну, это не очень приятно. Ну, конечно, еще не проплаченная реклама. Ой-ой-ой, все, давай не будем так делать. Но вообще, какую чаще всего рекламу ты видишь? Знаешь, Лиза, я вижу чаще всего и люблю... Ой, оговорка по Фрейду. Ладно. Агушу, Растишку, Адидаса, Рибок. Ты у нас спортивный молодой человек. Да. А ты какую видишь чаще всего? Ой, сейчас очень много рекламы про Макдональдсы, КФС, Бургер Кинги, разные там смаки, спарм, пятерочки, всякое такое. Я вот и думал, что у тебя бока появится? В смысле у меня бока? У меня шикарная фигура. Может, тебе абонемент в спортзал подарить, а? С чего это? Ну, у тебя все про еду, Лиза. Ты сама не замечаешь, как ты... Я просто люблю покушать. Ладно, зато я люблю есть и жигать жир. А ты его любишь набирать. Мы с тобой как им и я. Идеальный ведущий. Ну, а знаешь, есть масса способов рекламировать свой продукт, там, не знаю, расклеивать объявления и еще что-то. А в начале 20 века некий промышленник Николай Шустов нанял студентов и заставил их ходить по разным кабакам, барам и спрашивать шустовки коньяк. Но когда они не находили его, они устраивали дебош, просто скандалы. И писали об этом в газетах. После этого его коньяк стал очень популярным. Вот какие еще способы есть для рекламирования своего продукта, мы сейчас все знаем. Мой друг Никита Тимофеев решил разрекламировать свою фирму, компанию. Смотрим. Смотрим. Всем привет, меня зовут Никита. Я занимаюсь ремонтом компьютерной техники и смартфонов. Вот только недавно открылась моя компания, и чтобы они узнали, нужна реклама. Разная и интересная. Сейчас проведем эксперимент и посмотрим, какая же из них работает. Во-первых, я создал группу ВКонтакте и страничку в Инстаграме. Оформил ее, начал приглашать людей, устраивать различные конкурсы. За неделю набралось 136 подписчиков. Вот только они не торопятся делать заказы. Надеюсь, эта реклама выстроит со временем. Тогда я решил расклеивать объявления по подъездам. И встретил конкуренцию. Другие такие же объявления. Разумеется, я их сдирал. И понятное дело, на следующий день мои объявления тоже отклеивали. Найти клиентов таким способом не получилось. Идем дальше. Объявления в газету. Конечно, не на первую страницу. Это очень дорого. А на последнюю. Там моя реклама просто затерялась. И на мои услуги не обратили внимания. Есть еще один способ найти себе клиентов. Но он особо-то нечестный. Это устроиться в подобную фирму. И во время исполнения заказов оставлять людям свой личный мобильный номер телефона. Чтобы звонили напрямую. Но пока я не уверен, готов ли на это. Алло, да. Да, чиневый компьютер. Хорошо. А 300 рублей. Ничего себе. Сработал еще один способ. Сарафанное радио. Вот так вот сделаешь людям хорошую работу. И я тебе обязательно порекомендую другим. А сейчас мы проверим еще один метод. Так как мы сюжет показываем на телевидении, проверим, на что способна четвертая власть. Что ж, дорогие друзья, вы продолжаете смотреть нашу программу «Отдыхайп». И сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это Илья Емельянов. Это директор дирижилл-агентства «Уайт Рокет». Эдимон интересен. Он помогает людям продавать. Продавать больше. Работать эффективнее. Его цель деятельности – увеличение заработка заказчиков. А еще он очень хорошо разбирается в рекламе. Поэтому сегодня мы вас и пригласили. У нас есть парочка вопросов. Да, давайте я с вами сначала поздороваюсь. Здравствуйте. Ой, спасибо большое. Как приятно. Что ж, знаете, Стив Джобс написал свою первую рекламу в 14 лет. А легендарный Пиле принес победу бразильской сборной по футболу в 17. Чем вы занимались в эти годы? В свои 14 лет я был рэпером. Ничего себе. Да, как это ни странно звучит. Я носил широкие штаны, слушал только рэп-музыку и никого в других в упор не видел. Мне было хорошо. В то время быть рэпером – это означало совсем не то, что сейчас. Сейчас вы в ВКонтакте можете в поиске вбить название любой композиции. Любое слово практически вам в первую выдачу выдаст рэп-композицию. Тогда рэпа было очень мало. И для того, чтобы слушать рэп, нужно было обладать большим количеством различных знаний. Как правильно носить одежду, какие бывают исполнители, какие бывают о побережье и так далее. Сейчас такого нету, потому что рэп сейчас уже умер. Почему вы так считаете? Как субкультура умер рэп. Если умер в свое время рок-н-ролл, так умер рэп. И сейчас рэперы – это все. Любой музыкант уже практически сейчас рэпер. Даже эмма какой-нибудь последней. Но вообще была какая-нибудь рэперская реклама? Я имею в виду, вы как-то рекламировали рэп? В стиле рэп. В смысле, делали я не в стиле рэп? Да, конечно. Мы несколько раз делали рекламу в стиле рэп. Чаще всего это была реклама хип-хоп-вечерины, карамбит-фестивалей различных, хип-хоп-фестивалей, рэп-концертов и так далее. Понятно, что тематика одна и та же. А еще парочку различных реклам мы записывали в плане рэпа. Да так здорово. А вы успешный человек и многого добились в жизни. А с чему все начиналось? Все началось с того, что как раз тоже в 14 лет я был немножко младше вас и пришел в Лигу Малой Прессы к известному, наверное, вам Евгению Суховею. Он стал моим первым наставником. Я стал заниматься журналистикой, влился во всю эту движуху. И тогда была газета «Молодежный курьер», где я был журналистом. Я писал, и вот с этого все и началось. А потом в девятом классе мы с моим одноклассником стали делать школьную газету. Через три месяца существования нашей этой школьной газеты его из школы выгнали за газету, потому что она была протестная и очень жесткая. А какая была ваша самая первая реклама? Самая первая реклама. Опять же, тот же Женя Суховерко отвез меня в лагерь школы юных журналистов в Татарстан. Мы с ним выпускали школьную газету, и он сказал, вот смотри, на входе в наш лагерь есть киоск, где продаются кока-колы, сникерсы и всякие такие штуки. Он сказал, иди договорись о рекламе. Я пошел и договорился о том, о размещении рекламы. И я выделил ему целую полосу о том, что ребята, приходите, у нас на входе в наш лагерь есть большой выбор различных классных штук, вкусных штук. Вот. И за это я и получил свой первый гонорар в виде двухлитровой бутылки кока-колы, которую я расслал со своими друзьями из моей комнаты. Это самый лучший, наверное, гонорар. Но в то время я ни о чем другом и думать, в принципе, не мог. Что вы делаете, чтобы подпитывать свою креативность? Может, фильмы какие-то смотрите, сериалы? Игру престолов? Да, Игру престолов я, конечно же, смотрю. Кстати, сегодня уже вышла вторая серия. Ой, это реклама опять. Да. Непроплаченная. Да. Причем мне тоже не заплатили, как это не печально. Мы не против платить, нам против. Окей, компания HBO, надеюсь, нас услышит. Да. С национального снижения. Да. Я смотрю сериалы, да, но вдохновляюсь совсем не ими. Я для вдохновения занимаюсь спортом, я много бегаю, а также я купаюсь в купелях. И всем рекомендую купаться в купелях, потому что это очень классная штука. Просто попробуйте разок, и вы уже не сможете отказаться. А может, музыку слушаете? Ну... Да, музыку, конечно, конечно. Не всегда же есть возможность там побегать. Искупаться в купеле. Все так, все так. Конечно, музыка. Музыка, наверное, это самый лучший инструмент, на чем-то сосредоточиться. Это не рэп? Чаще всего, наверное, это не рэп, хотя рэп я тоже слушаю, но с современными рэперами я никак себя не могу ассоциировать, потому что современный рэп и рэп, то и то, та музыка, которую я слушал, она очень сильно отличается, да? Совсем все по-другому. А вы сейчас сделали какую-нибудь, ну, не сейчас вообще, в принципе, рекламу для популярных компаний? Может быть, там, Адидас? Да, с Адидасом я не работал. Самая популярная компания, которую вы знаете, я работал, наверное, единственная, о которой точно все знают, это Газпром. Мы сотрудничали одно время с ним, сделали несколько рекламных модулей. Сотрудничество, к сожалению, было недолгосрочным, но в то же время оно так или иначе было. Вот. А также мы сотрудничали плотно с компанией «Бизнес-молодость». Если вы знаете, мы делали для них дизайн одного направления. А есть ли у вас какие-то фишки для придумывания рекламы? Например, все со стола убрать, и просто чистый лист, и бумажку. Ну, и теплый кофе, горячий кофе. Да, понял. А для начала, перед тем, как вообще начать любой творческий процесс, нужно четко понимать, на самом деле все творчество уже состоялось, оно уже существует, оно есть в неком пространстве над нами. И для того, чтобы с ним соединиться, нужно войти в некое ресурсное состояние. Почитайте любого успешного писателя, они об этом прямо говорят, как Борис Акунин, Сергей Лукьяненко. Они четко говорят, я вхожу в некое состояние вдохновения, его можно называть, когда я творю, и мне уже знания эти приходят. И для того, чтобы войти в это состояние, я лично, ресурсное состояние, я использую как раз музыку. Если я нахожусь в офис, я одеваю наушники, от всех отворачиваюсь, говорю, все, меня не трогайте, ребятки, я ушел. В это ресурсное состояние и делаю. Вот знаете, мы знаем, что вы проводите какие-то мастер-классы, но за полтора часа, ну, грубо говоря, очень сложно дать какую-то очень ценную информацию, которая изменит мир человека. Может, какая-то другая цель есть? Да, конечно. Я, когда любой мастер-класс, в принципе, не может изменить человека, да. Задача мастер-класса, которая длится как раз полтора часа, да, там, или два, непродолжительное обучение, да, это просто, в первую очередь, это вдохновить человека, да, дать ему сказать, чувак, ты на верном пути, занимайся этим же, да. И для того, чтобы он встретился с своими единомышленниками и от них тоже вдохновился. И вторая задача – это дать инсайты. То есть, чтобы человек на мастер-классе думал о себе, вот он смотрит мастер-класс по маркетингу, например, я провожу, да, и он, если человек подумал, да, действительно, я же давно хотел группу ВКонтакте себе создать под свои запросы, или давно хотел провести фотосессию себя, чтобы поставить себя на аватар и показать всем, какой я специалист, вот тогда, вот, тогда мастер-класс был не зря. Вот. Очевидно, что вот так вот запросто взять и научить кого-то чему-то полезным, по-настоящему полезным наукам невозможно. Но вдохновить, а если повезет дать инсайты, можно еще как. Наделила ли вас природа какими-то талантами креативными? Нет, нет, совсем нет. Нет? Совсем нет. Как бы тогда берись много в успешном стали? Тут вопрос успеха очень-очень странный вопрос, ну, в плане того, что лично для меня, да, потому что, если сравнить меня с самым титулованным спикером нашей страны, Радиславом Гондопасом, да, хоть мы оба бритые, да, но это единственное наше сходство, потому что где он и где я, с точки зрения Радислава Гондопаса я совсем, да, неизвестный человек, да, а с точки зрения какого-нибудь американского спикера Радислав Гондопас просто никто, да, так что успешность это все-таки некое, успешность это все-таки некое такое качество, которое признается только в сравнении, да, но если мы сравним успешность для того с тем, чтобы быть счастливым, наверное, да, я к успешности иду, я почти-почти счастлив полностью. Вот, знаете, мы сегодня говорили о мастер-классах, вы так интересно об этом рассказывали, то, что мне кажется, что каждому захотелось просто побывать на вашем мастер-классе, и мы раскрываем нашу тайну. Сегодня мы будем разыгрывать два сертификата на разовое участие, они достанутся одному, получается, на двух лиц, и вы сможете побывать на мастер-классе Ильи Емельянову, узнать о рекламе, о том, как продавать, вообще вдохновитесь так, что, мне кажется, горы сможете совершить. А я хомяка хотел. Вот, к сожалению, мы разочаровываем немного Никиту, но сейчас у нас есть для вас интереснейшая рубрика про какие-то странные рекламы, то есть сейчас очень много реклам, которые, в принципе, непонятные или очень креативные, но не до всех они... Доходят. Да, можно и так сказать. Смотрим. Добрый день. Гутен так. Гуд афтинон. Почему так странно? Да потому что сейчас вы увидите трешовые рекламные ролики из разных стран. Мы нашли их на просторах интернета. И, если честно, я думаю, что не каждая телекомпания отважится разместить такую рекламу у себя в эфире. Поехали. Греча! Греча! Какая встреча! Сахарок! А у меня есть чаек. А я продал машину в Карпрайс. И ты продай машину в Карпрайс. Выдется быстро, очень удобно. Такое возможно только в Карпрайс. А я продал машину в Карпрайс. Продай Карпрайс. Сегодня тачку пригнал, деньги забрал. Играетoral Брайс. Играет балла в Карпрайс. Что ты делаешь? Продолжение следует... 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 Вот, и последняя картинка Она простая, даже нельзя наблюдала Конец света, здесь написано А ты не накрашена Ну, тут очевидно, что реклама Освещение? Нет Но реклама Бренды косметики Да, 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 какого-то бренда косметики Я подсказываю Она читает мои мысли Знаете, просто Вообще бывают очень разные рекламы Мы сейчас встретили социальную, пристегивайте ремни безопасности И мы собрали для наших зрителей Самые лучшие социальные ролики И сейчас мы вам их продемонстрируем Смотрим Кто не мечтал О большой сцене Обойти вокруг света Добиться успеха Кто не мечтал изменить мир Быть популярным Победить зло И войти в историю Но быть человеком Значит не быть совершенным Танцевать для себя Терпеть поражение И понимать Что не все идет, как ты хочешь И все-таки Быть И мечтать Несмотря на что Как каждый из нас Ребенок с синдромом Дауна Чего ты не сможет Как каждый из нас Он многое может Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе Вам спасибо Спасибо Аплодисменты Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Аплодисменты Привет Я Алена Я люблю рисовать Я живу в обычной семье Это моя мама Папа И сестра Мы очень дружные И веселые И очень любим праздники И гостей Вот это мы отмечаем День рождения Восьмое марта Новый год Папа любит Ловить рыбу А мама Болтать с подружками Моя сестра Любит гулять с друзьями Когда я вырасту Я хочу быть похожей на них Дети берут пример Со своих родителей Будь достойным примером День рождения Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но потом я поняла Можно сказать то, что Женщина Она каждый раз вспоминает Она взрослеет Но мальчик нет Потому что она ответила На телефонный звонок И попала в аварию Мальчик остался в ее воспоминаниях На самом деле Меня это довело до слез У меня даже руки сейчас холодные И даже менялись Ну все Давай уже не будем О таком грустном и плохом Сейчас мы будем отвечать на чат Все сообщения, которые вы нам писали На протяжении всего эфира Мы будем отвечать на них Наконец-то мы их зачитаем Что ж Какие уловки используют рекламу Чтобы привлечь внимание зрителей На самом деле это очень интересно Нас спрашивает Евгения Егорова Так, ну Может бегущую строку какую-нибудь Или субтитру Чтобы там зрители вчитывались прямо Ну мне кажется Во-первых Это привлекает звезд Ну то есть Если этого человека знают все То его и посмотрят все Ну Какие-нибудь Дорогие вещи Не знаю, машины Да Девушки Никита, о чем ты думаешь? Еще бывают какие-то яркие рекламы Не знаю, там очень яркие цвета Какие-то Чтобы выделялось Чтобы сразу бросалось в глаза Очень хорошее Качество съемки, например Да, кстати Это здорово Ведущие Какие социальные рекламы Вы бы прямо сейчас сняли? Ну вот Лиза у нас не хочет Стройнеть Поэтому я бы снял Социальную рекламу про здоровье Спасибо, Никита А мне кажется Нужно снять рекламу о том Как нужно быть вежливым Вообще о правилах Может тактичным? Для молодых людей Следующий вопрос Давай я взяла Лиза А вы, например Креативную Так Как креативно предрекламируете Ну допустим Ваш ноутбук Так Интересный вопрос Сейчас, погоди, погоди Задание Суперноутбук Специально для вас Покупайте недорого Можно использовать как угодно Как нарезную доску Как подушка Как Не знаю Еще Как гантели Как гантели Да, его можно Лиза, попробуешь? Нет, спасибо Я сначала потренируюсь Потом уже будем поднимать Эти гантели Ну ладно Ну что ж, следующее Это Ксюша Серова пишет А вы сами что-нибудь рекламировали? Ну я на самом деле Вот сейчас вот мы прорекламировали Мастер-класс Ильи Емельянова Который обязательно Я надеюсь вы сходите Вы либо можете купить Либо кто-то из вас выиграет Этот билет на мастер-класс Но мы пока что вам Мы сами еще не знаем Мы при помощи рандома Выберем победителя Ну а как же группа ВКонтакте Кучимала и НастВ Которые мы прорекламировали Ой, мы вообще сегодня Самые лучшие креативщики Вот всего 10 минут Посидели с гостем Таким замечательным И уже рекламируем Национальное телевидение Группы ВКонтакте Так, ну мы молодцы Мы вообще Хорошие ребята Зовите нас почаще Ксюша сразу же пишет Какая классная реклама у вас В рубрике Ой, если ты про социальную рекламу То нам очень приятно Потому что Или про странную рекламу Пишите Уточняйте И про то, и про другое Ну а следующее Хотели бы вы сами Сниматься в рекламе Ну Скорее всего Да Ну по крайней мере я Потому что Знаете Мы недавно ездили в Москву И там увидели Сашу Капустину Которая снималась В рекламе Мегафона Совершенно случайно Этого человека увидели Но уже узнали Понимаете Это все равно как Долечка известности А это сейчас всем хочется Но это знаете Чисто такое Возрастное Скорее всего Возапятное о своем думаешь Сейчас очень популярна Реклама в Инстаграме Почему вы об этом Не рассказывали Это больная тема Лиза Это больная тема Почему это Рассказать тебе Давай Рассказывай Ну ладно Недавно я Зарегистрировался В Инстаграме И значит Захожу я туда А там 228 подписчиков Ну как подписчиков 228 магазинов Я такой Ничего себе Вы представляете Даже такой способ рекламы есть И люди как-то продвигаются И мы узнаем об этом Только если мы не магазин Так Следующее А какая реклама Очень хорошо запоминается Я например Никогда не забуду рекламу О Помолив Мой гель Это кстати Ну Вот ты сейчас говоришь Немножко пропела Можно сказать Я не помню Был какой-то номер Какой-то микрорайон Вроде бы Рекламировали Нет 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 По номеру Под музыку Там что-то 25535555 Что-то такое было Я как-то запомнила Этот номер Как-то ассоциировать Наверное у людей А может реклама Макдональдса Булочка с кунжутом Ну это Нет Для тех Кому нравится поесть Так Следующие вопросы Это Какой классный гость Пишет нам Ой Спасибо большое Илья Емельянов Безумно благодарна вам Следующее Вы написали Очень Сказали Мало фактов О рекламе Что ж Ну мы Знаете Мы подготовились Мы еще больше Вам приготовили Фактов И так Ежегодно В мире На рекламу Тратится более Внимание 500 миллионов долларов Представляете себе Сколько Дороги можно Положить в России Сколько дорог Можно было бы в России Ну а твой Интересный факт А вы знали Что К выходу на пенсию Люди просматривают Более 2 миллионов Рекламных роликов То есть Представляю Она всей семье Сколько выходит Нет я просто думаю О том Пенсии В какой стране Вот смотри Мы посмотрели 2 миллиона Рекламных роликов И сколько мы им поверили Пошли в магазин Купили Кстати можно узнать Эту статистику Просто я еще Не узнавала И знаете Уже пришло Время Розыгрыша Мы наконец-то Да 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 Приглашаем Сейчас Я получу хомяка Нет Это будет не хомяк Я же тебе говорила Приглашаем Илью Емельянова К нам Который расскажет нам О своем мастер-классе Который будет Сейчас Пожалуйста Прорекламируйте его Потом узнаем победителя Ну это бракуй Я хотел хомякану Вот нытика Жизнь бывает Такой Несерьезной Хочу Прорекламирую Значит сертификат На 2 сертификата Даже 2 Одноразовое Посещение моего занятия На тему Экстремальное общение Это занятие Исключительно Для школьников Для детей Для подростков Что такое экстремальное общение Это общение В стрессовой ситуации Да Когда вам говорят Ну что это такое Что у тебя за платье Такое ужасное Да Когда люди пытаются Вас нахерить А ты ему отвечаешь Конкретно Я даю техники ответов Например Техника ответа Специалист Да Я говорю Что это платье ужасное Она мне говорит Она мне говорит А ты что модельер что ли Я не понимаю Ну и так далее Или говорит Ты на себя посмотри Какой у тебя ужасный пиджак Ну и так далее Вот Вот Конкретные техники Даются на моем занятии Я вам их обязательно Всем дам Приходите Будет очень интересно Ну это очень здорово Знаете Для нас сейчас был Огромным стрессом В прямом эфире выступать Говори А ведущие могут получить? Да конечно Вы можете просто прийти На мое занятие Совершенно бесплатно Без сертификатов И ребятки Вот все кто за кадром Я вас тоже приглашаю Все Давайте А я хотел Разыгрывать Давайте разыгрывать Может дадим еще 7 секунд? 7? Да Все Давай Обратный счет Чтобы нажать уже 7 6 5 4 3 2 1 Все давайте нажимаем И узнаем победителя нашего розыгрыша И это становится Карина Тимофеева Это же так здорово Ты побудешь в мистер-классе Своими друзьями Или с кем-нибудь Это так круто Да что ж такое-то Я по-доброму тебе завидую На двух На двоих Человек получается Да Два сертификата Вот Фабрика навыков Скиллстори Все Здорово И знаете Мы будем продолжать все-таки традиции У нас очень душевный сегодня эфир Точно И символ нашей программы Это рупор Орала Это рупор Это орала Давайте устроим голосование Да Рупор или орала Так Орала это плюсик А Рупор это минусик Минусик Что ж Давайте все-таки назовем вещь своими именами Это орала Вручаем его Вам можете говорить все что угодно Чтобы Что вам У нас все равно увольняют Да Я скажу Что-то ничего не говорится Вы знаете Вот сюда Раз 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 Я сюда должен смотреть Да А туда должен смотреть Да вот сюда пожалуйста Дорогие друзья Я просто вам хочу пожелать Веры Надежды Любви Ой это так здорово Все Спасибо большое Что смотрели нас сегодня В прямом эфире Программа Отдыхаем с вами Всего Заканчивается быстро Уже заканчивается С вами была я Ображительная Замечательная Лиза Никто не похвалит Сама себя похвалю Лиза Ты очень замечательная Ображительная Замечательная Как я говорю Спасибо И Никита Пока Я заслужил До свидания Пока-пока Парнеры проекта Судей семейного кино Перфекто И творческое пространство Птица